Тест кто за тобой наблюдает? Нажимаем пройти. На обработку личной информации у неродных сетей уходит всего несколько секунд. Так одним нажатием пользователь дает согласие на обработку своих данных. От стандартных имя, фамилия, место работы, семейное положение до конфиденциальных. Интересы, геолокации, фотографии, которые хранятся в памяти телефона, список друзей и даже переписка с ними. Взамен юзер получает результаты сомнительного теста. Это твоя цифровая жизнь. Так называлось приложение, скандал вокруг которого до сих пор не утихает в иностранных СМИ. Утечку данных 50 миллионов пользователей Фейсбука традиционно приписывают России. Якобы автор теста Алекс Коган разработал его вместе с преподавателями факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. А после передал компании Cambridge Analytica. Но ученые работали над другим проектом стресс, здоровье и благополучие в социальных сетях. Исследования вместе с Коганом проводила преподаватель факультета психологии. Из-за ажиотажа журналистов Енина Ледовая вынуждена общаться через личную страницу в социальной сети. СПБГУ не имеет никакого отношения к этой истории. Наш проект начался в 2015-м, а описываемая история была, кажется, в 2013-м. У нас было отдельное приложение, собравшее на порядке меньшие объемы данных. Мы их никому не передавали, их даже Алекс не видел. Такие же данные мы все уже по 30 раз лили сами, примеряя на себя бороду, старость и противоположный пол. Сотрудник Кембриджского университета действительно читал лекции петербургским студентам. В этом видео Александр Коган рассказывает о способах наблюдения за поведением людей в интернете. Если решать, тогда можно получить очень много информации. Можно получить имя, идеи, все эти детали. Можно получить, какие страницы им нравятся. Можно получить, что они пишут. Даже между друзьями, где это... Как private messages? Сообщения. Сообщения можно получить. Тем временем в сети запущена акция Delete Facebook. Глава социальной сети Марк Цукерберг готовится выступить перед Конгрессом. Компания подорвала не только доверие пользователей, но и потеряла 5 миллиардов долларов. Акции упали на 11%. Впрочем, маркетологи убеждены, у компании есть уже другие способы сбора информации. Я хочу купить квартиру в элитной недвижимости. И давайте посмотрим, что будет у меня в Facebook. Я открыл официальное приложение. Вот я листаю приложение и листаю здесь его, значит, свои новости друзей. И вот я вижу первую рекламу. Вот, пожалуйста. Реклама строительной компании. Элитная недвижимость. То есть только вы проговорили. Да, мы сейчас обсуждали элитную недвижимость, обсуждали микрофон. И приложение в Facebook было открыто. Да, оно было открыто. Микрофон прочитал, дальше специальный сканер и нейронные сети распознали то, что я сейчас сказал. Установка любого приложения требует соглашения владельца устройства на доступ к данным аудио и видеотелефона. А это значит, пока работает сервис, работают нейронные сети. Это то же самое, если бы вы открыли все окна и двери в квартире, чтобы громко обсудить секретную информацию. В надежде, что никто не услышит. Предотвратить утечку можно. Знание правил кибербезопасности сегодня также необходимо, как умножение и чтение. Мы можем нажать «Редактировать». И здесь есть параметры обязательные, которые обязательно нужны этому приложению. Это общедоступный профиль, то есть это то, что и так все о вас видят, что не закрыто. Можем отключить список друзей, можем отключить доступ к публикациям, к фотографиям. Это мы можем отключить. Но понятно, что никто это не делает. Теперь мы ему дали ограниченный доступ. И вот этот тест как раз просит от нас фотографии, но их нет. Скандал с участием Когана, который вышел на первые полосы мировых изданий, это лишь вершина цифрового айсберга. Эксперты убеждены, утечка персональных данных миллионов пользователей – начало большой информационной революции, которая захватит все социальные сети и место на частную жизнь там не останется. Мария Евсюкова, Пульс Города. Мария Евсюкова, Пульс Города.